Это Любовь Соболь. Единая Россия уже начала готовиться к выборам 2021 года. По данным коммерсанта, на предстоящем субботу съезде будет создан фактически предвыборный штаб партии. В России сейчас существует огромный запрос на перемены. Вот, например, новость от 5 ноября. Исследование Московского центра Карнеги и Левада Центра показало, что почти 60% россиян выступают за решительные перемены. А вот вчера ВЦИОМ опубликовал результаты опроса про партию власти. И 51% из тех, кто уверен в существовании партии власти в России, говорят, что лучше, чтобы такая партия периодически менялась. И это публикует государственный ВЦИОМ. Он же дает Единой России электоральный рейтинг в 32,6%. На выборах в Мосгурдуму единороссы уже почувствовали этот запрос на перемены. И то, что очень многие люди готовы голосовать по принципу умного голосования, только бы единороссы не прошли, тоже прочувствовали. И вот сейчас мы читаем новость от коммерсанта о том, что единороссы уже сейчас, в ноябре 2019 года, готовятся открывать фактически предвыборный штаб. А председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов заявляет, что для победы на выбор в Госдуму необходимо серьезное обновление. Серьезное обновление, понимаете? Давайте угадаю, а лидером Единой России при этом останется Дмитрий Медведев, который остался премьер-министром даже после выхода фильма «Он вам не Димон». А главой протоштаба, который будет заниматься обновлением, будет Андрей Турчак? Да, будет. Про это даже гадать не надо, коммерсант прямо об этом пишет. Но одним из лидеров предвыборной кампании «Обновленной Единой России» будет Вячеслав Володин. Вот тот, который еще в 1999 году был избран депутатом Госдумы, у которого вот такая дача в Подмосковье и квартира мамы почти в 400 квадратных метров, и который говорил, что никакого повышения пенсионного возраста быть не должно, и пока «Единая Россия» находится у власти, он будет стоять на этой позиции. А потом взял и, как другие единороссы, проголосовал за повышение пенсионного возраста. А в Москве выборами «Обновленной Единой России» будет заниматься лидер единороссов Андрей Метельский? Уже сейчас он рассказывает, что сторонникам партии придется мобилизоваться, как это сделала в этом году оппозиция, и что единороссам важно иметь свою повестку в Телеграме и в Ютуб-каналах. Да-да, в официально заблокированном на территории России Телеграме. Просто представьте, какое классное обновление в «Единой России» смогут провести эти люди, и как они будут обещать бороться за народное счастье. Надеюсь, Медведев будет рассказывать про борьбу с коррупцией, Турчак – про равенство всех перед законом, Володин – про честные выборы, а Метельский – про важность того, чтобы чиновники честно заполняли декларации и отвечали на вопросы о том, откуда у них деньги на дорогие машины или имущество за границей. Выборы в Мосгордуму в этом году не только позволили оппозиционерам стать московскими депутатами, а теперь в Мосгордуме идут споры и задаются неудобные вопросы про коррупцию московских чиновников. Еще эти выборы очень наглядно продемонстрировали, какая сила у людей в руках, что источником власти является народ, и если народ не проголосует за единоросса, то такой единоросс проиграет. Вот так просто и на выборы в Госдуму 2021 года будет действовать этот же принцип. И как бы лидеры Единой России не рассказывали нам про обновление, если народ проголосует против Единой России, Единая Россия проиграет. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин владеет дачей, которая оценивается в 200 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании, которое вчера выпустили Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией. На самом деле в расследовании говорится про две дачи. Одна записана на самого Рогозина и есть в его декларации. Вторая расположена рядом и принадлежит физическому лицу. Да, в официальном реестре так и написано. Но вот в справке четырехлетней давности она записана на 81-летнего Геннадия Серебрякова, так зовут тесть Рогозина. В расследовании еще много интересных деталей и связей этой дачи с Рогозиным. Не буду сейчас их пересказывать, подробнее о них можно узнать, посмотрев видео с расследованием на канале Алексея Навального. Скажу только, что вот эта вторая дача физического лица оценивается в 150 миллионов рублей. Так что всего выходит 350 миллионов. Неплохие такие космические богатства. Дмитрий Рогозин часто дает комментарии СМИ и много рассказывает интересных вещей. Например, про базу на Луне, аватаров или про то, как робот Федор поможет в освоении дальнего космоса. Так что очень хотелось бы, чтобы Дмитрий Рогозин рассказал и о том, откуда деньги на дачу. И не связан ли он с тем, что у дачи по соседству во владельцах физическое лицо. А то, знаете ли, есть неясности. Став президентом, Дмитрий Медведев рассказывал нам, что коррупция должна стать неприличной. Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной. Вот это может быть самое трудное. Сейчас после выхода фильма «Он вам не Димон» на такое смешно, конечно, смотреть. Но тем не менее, это было правильное утверждение. Коррупция должна быть и незаконной, и неприличной. И чтобы этого добиться, я уверена, чиновники должны отвечать по существу на вопросы о том, откуда у них дачи, яхты и виноградники. Черные списки Мосгордумы. Меня и моего коллегу по ФБК Руслана Шевединова не пустили в здание Мосгордумы, несмотря на то, что нас пригласила депутат Елена Шувалова. Значит, сначала независимых кандидатов не пустили на выборы в Мосгордуму. Лично мне сказали, что подписи, которые я и мой штаб собирали месяц целыми днями, недействительные. Вот у Андрея Метельского действительные были подписи, а у меня, Ивана Жданова и Ильи Яшина, недействительные. Потом кандидатов, которые стали возмущаться такому, стали арестовывать. Илье Яшину вообще дали пять арестов подряд. Мне административный арест дать не могли, так как у меня маленький ребенок, но постоянно задерживали, держали в УВД до позднего вечера и давали штрафы. В итоге у меня этих штрафов более чем на один миллион рублей. После выборов и успеха умного голосования в Мосгордуме появилось 20 депутатов от оппозиции. И обстановка в Мосгордуме явно изменилась. Теперь там на заседаниях споры, острые вопросы и требования расследовать коррупцию. И вот 13 ноября мы с депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой пришли задать вопрос Единороссу Кириллу Щитову. Было примерно вот так. Ответьте на простой вопрос. Вы будете требовать официальной проверки СССР? Нет, не буду. Нет, не буду, потому что я считаю, что на своем личном пределе, что ваше расследование абсолютно не просто вставание и не стоит выжить его лица. Не самая приятная, прямо скажем, дискуссия, но все-таки просто дискуссия. Вчера я и Руслан Шевединов снова пришли в Мосгордуму по приглашению Елены Шуваловой, а нас взяли и не пустили. По моим данным начальник службы безопасности сказал, что Соболь мы пускать не будем. Также на словах сказали, что я в неком черном списке. Мне вот интересно, метро мне еще пользоваться не запретили, нет? То есть вот нам рассказывают про равенство всех кандидатов, что выборы прошли свободно и что люди имеют право на протесты. А потом не пускают меня в здание Мосгордумы по приглашению действующего депутата. И думают, наверное, еще, как классно мы придумали, вот какие мы хитрые. В прекрасной России будущего так быть не должно. Люди имеют право быть в оппозиции, имеют право задавать неприятные вопросы депутатам, имеют право требовать антикоррупционных проверок. И власти должны обеспечивать реализацию этих прав, а не придумывать очередные запреты, недопуски и черные списки. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.